Лента дороги, рёв мотора и ветер в лицо. Есть такие люди, для которых мотоцикл – не средство передвижения, а образ жизни. Валериан Фёдоров – один из них. Без железного коня своей жизни не представляет. Стаж вождения уже больше 40 лет. «Как и все в том возрасте, мы начинали с веломоторчиков. Это, как бы так сказать, ПВЗ, Рига всякие 12. Это, наверное, где-то лет с 14. Потом 16 лет я в ДОСАФ поступил и там получил уже категорию 16 лет». С тех пор не было такого времени, чтобы во дворе не находился мотоцикл. Несколько лет вместе с компанией единомышленников катались на эндуро, по горам. Сейчас поездки уже не такие экстремальные. Основные маршруты – Крым и Кавказ. Машина дома тоже есть. Но с ездой на мотоцикле ощущение не сравнить. «Это совсем другие чувства. Когда ты находишься за рулём машины, и ты, как говорят, в коробочке находишься, это не даёт тех эмоций, когда ты сидишь за рулём мотоцикла. Это то бишь свобода, можно какого-то образа сказать. Перемещение твоё в пространстве тебя ничего не ограничивает. Ну, это, скажу, выбор жизни, взвешенный выбор. И я получаю от этого массу удовольствия». Но вместе с ощущением свободы каждая поездка несёт в себе и огромный риск. Валериан Фёдоров часто удивляется беспечности мотоциклистов. Основная категория риска – подростки, которым родители покупают мотосредства. Зачастую ребята ездят по улицам без экипировки и обучения. А взрослые не видят в этом ничего страшного. «Много модно вот эти вот маленькие пидбайки, эндуро, 50 кубов, 125 кубов. Ну, у всех такое представление, что это совсем что-то такое игрушечное, как подтип велосипеда. Нет, это совсем не так. Ну, не очень скажу, но опасная игрушка в руках несмышлённого ребёнка. Я считаю, вообще категорически без какого-либо обучения, управления данным транспортным средством на него, ну, даже смотреть не стоит. Просто так с велосипеда на мотоцикл – нет, извините, ни в коем случае. Нужно, чтобы ребёнок в первую очередь осознал, обучился этому, ну, как бы закрепил это каким-то экзаменом, а потом уже выезжал на любую улицу нашей станицы, там, города или куда угодно. А без этого, ну, это получается так, ну, подвигаете риску просто своего ребёнка. Вот и всё». Водитель с огромным стажем Валериан Фёдоров и по сей день не пренебрегает правилами безопасности. Сам ездит всегда в экипировке. И обязательно надевает шлем, которому особые требования. «Основная часть травм, которые происходят с лицом, с головой, это вот фронтально. И когда люди себе покупают открытый шлем, ну, лицевая часть их абсолютно не защищена просто. Вот там, допустим, есть там открывающиеся, так я не буду терминологией тут… Они тоже, по сути дела, не спасают. Ну, вот эту лицевую часть. И мой совет – подбирайте хорошие». Помимо этого, шлем обязательно нужно пристегнуть. Иначе он превращается просто в головной убор. Вторая важная деталь – правильная обувь. Её задача – защищать голеностоп, пятку и носок. Перчатки необходимы для защиты кистей рук. А начинающим водителям стоит беречь локти, плечи и колени. Перед каждой поездкой обязательный осмотр мотоцикла. Стоит проверить общее техническое состояние и исправность тормозов. Ну, а затем можно и в путь.